И снова здравствуйте, с вами Дэв! Ну а мы продолжаем знакомиться с линейкой черепашек-ниндзя от компании NECO И сегодня у нас на обзоре Рафаэль и очередной Фуд Солджер Почему Фуд Солджер? Потому что мы с ними уже знакомились Я думаю, это поможет нам как-то ужать это видео Ну что ж, давайте меньше шелухи, посмотрим быстренько на коробочку И откроем ее Итак, замечательные арты самого Рафаэля Который как и должен быть достаточно такой злобный, агрессивный, горячий, скажем так И Фуд Солджер Логотип черепашек-ниндзя Фотография фигурки во всей красе, сам Рафаэль Красивая фотография в динамической позе Остальные фигурки, которые можно приобрести в рамках этой линейки А именно Микеланджело, с которым мы уже знакомились Донателло и Крэнк и Шреддер На другой стороне у нас вот такая вот красивая фотография фигурки Фуд Солджера Ну что ж, давайте откроем данную коробочку, посмотрим что внутри Итак, фигурки открыты А, здесь что-то личное, секунду Дубль два Итак, фигурки открыты И я должен признать, что действительно компания НЕКО держит марку и держит уровень на всех остальных фигурках серии, потому что были какие-то опасения, что возможно где-то будет покраска не то или качество чуть похуже Нет, это такие же точно по качеству замечательные фигурки, поэтому давайте сделаем чуть короче и меньше, потому что в прошлом видео вот здесь должна быть ссылочка, картинка на него и вот тут должна быть ссылка Я более подробно об этом рассказывал, значит в комплекте у нас данная фигурка идет точно такой же Фуд Солджер, как и в прошлом видео Опять-таки, в прошлый раз мы о нем говорили, поэтому я не вижу смысла о нем говорить еще раз Если вам интересно и вы не видели его, то посмотрите в прошлом видео Нам интересен вот этот вот инструмент, который идет с ним в комплекте Значит, мы получили другое оружие, а именно это бластер злодеев Сделан он точно так же, как и все остальное оружие и в целом линейки Это очень-очень грамотный минимализм Как вы видите, абсолютно ровные цвета, нет помарок с покраской И он очень интересно и приятно сделан В руке лежит, как вы видели, замечательно Также в комплекте идет еще одна новая винтовка Если я не ошибаюсь, то более нового огнестрельного оружия для злодеев мы с фигурками не получим Такое же точно будет идти и с Rockstudy и B-Bip Надеюсь, что они когда-нибудь все-таки до меня доедут Сделан, в принципе, очень неплохо, хотя есть одна небольшая помарочка В остальном это все тот же самый минимализм, который меня устраивает Цветовая гамма мне очень нравится Также, как я и говорил, новая моделька Вот предыдущая винтовка, которая у нас была в комплекте Мне кажется, этот посимпатичнее будет Разумеется, несколько аксессуаров рук Такие же точно, как и на прошлой фигурке Ничего принципиально нового То есть у нас два абсолютно идентичных фуд-солдата Поэтому давайте отложим это все дело в сторону Для Рафаэля идет два комплекта рук Один у меня одет на нем для того, чтобы держать холодные руши И второй вот такой вот Сделан достаточно приятно И его можно использовать, как по мне, в двух целях Во-первых, это можно использовать как указатель А во-вторых, его можно использовать для того, чтобы держать еще один аксессуар А именно кусок пиццы И, как вы видите, лежит в руке он отлично Я бы сказал, даже замечательно Также в пицце есть небольшое отверстие Для того, чтобы можно было одеть его на Сай Рафаэля И выглядит это тоже очень классно Давайте отложим руки в сторону И посмотрим на самого Рафаэля И чуть не забыл Прежде чем мы перейдем к самой фигурке Я совсем забыл про Сай Руши Рафаэля Таких у него в комплект идет, разумеется, два Они абсолютно идентичные Сделан он, как и все остальное у черепашек Очень базово Всего три цвета Черный, для того, чтобы тоненько провести линию границы Серебряный, для опознавания металла И коричневый, для того, чтобы сделать деревянную ручку Выглядит неплохо В руке лежит замечательно На черепашке смотрится вообще отлично Итак, во-первых, я вам соврал Помарки все-таки с покраской есть очень небольшие Но в остальном фигурка, конечно же, замечательная Эти помарки настолько мелкие, что я их с первого осмотра фигурки даже не заметил Поэтому не суть Первое сразу, что хочу заметить Что у фигурок абсолютно идентичный цвет кожи В этом есть и плюсы для нас, как для потребителей, пользователей Потому что вот эта рука, где-то у меня здесь была Вот Вот эта рука шла в комплекте с Микеланджело И это поднятый палец вверх Учитывая то, что у них абсолютно идентичный цвет кожи Мы можем использовать руки с других персонажей, с других черепашек На всех остальных фигурках То есть это нам создает совершенно колоссальное количество возможностей И дает огромное количество дополнительных рук То есть, в принципе, если применить элементарную арифметику С каждой фигуркой в комплекте идет рука для того, чтобы держать оружие А также один комплект дополнительных рук Если мы сложим все четыре коробки То у нас получается на каждую фигурку восемь дополнительных рук Или же четыре комплекта на каждую То есть вариативности у нас огромное количество Но давайте посмотрим на фигурку более детально У черепашек абсолютно идентичные модельки Единственное, что чуть-чуть повернули оскал зеркально Но в остальном модельки абсолютно идентичны Если не считать буковки R и цвета его повязок Давайте пойдем сверху Собственно, вот она, та же самая линия тени Голова установлена на шаровом шарнире Также петля есть в шее Поэтому в теории фигурка может хорошо опускать голову вниз Но нет, из-за того, что пластик сделан таким образом на груди Плюс пластик на фигурках очень крепкий Это сковое движение и ниже голова не опустится Наверх это максимум, что можно от него получить Но в принципе чуть-чуть выше он смотреть может Разумеется, голова вращается вокруг своей оси И ходит из стороны в сторону В плечах установлены обычные петли Которые позволяют фигурке поднять руку вот таким вот образом Вокруг своей оси она вращается Но сковое движение панцирь спереди и сзади Вот, кстати говоря, одна из помарок, о которых я говорил Незначительно, незаметно, но оно есть Это царапина какая-то Далее в бицепсе, как вы видите, установлен сустав, который позволяет бицепс вращаться вокруг своей оси Одинарный сустав в локте, который очень красиво спрятан под повязкой В кисти суставы, которые позволяют кисти вращаться вокруг своей оси И вот эта конкретная кисть очень хорошо ходит из стороны в сторону Замечательно Когда вот эта кисть не двигается вообще никуда Далее В диафрагме, как вы видите, сустава нет Это литой кусок из-за того, что это панцирь Как мы уже прошлый раз выяснили Пояс сделан из мягкой резины За него можно что-то заткнуть в эти места И на задний панцирь он приклеен Задний панцирь, кстати, тоже мне очень нравится покраска Он замечательный, действительно Они абсолютно идентичные, но это очень классно Очень красивые и очень яркие фигурки Мне безумно нравится цветовая гамма, которую здесь подобрали Цветовая гамма действительно очень классная У всех черепашек они очень яркие и контрастные Есть еще более яркие фигурки Но давайте мы вернемся к описанию всей линейки В самом конце, когда мы закончим с этой первой серией Далее В ногах установлены суставы, которые позволяют Рафаэлю хорошо шагнуть вперед Назад Нога не двигается, ибо мешает панцирь Но здесь шаровые шарниры Поэтому он может садиться на полный шпагат Далее В колене установлен двойной сустав Который, интересно, спрятан под повязкой И он позволяет колену гнуться аж вот таким вот образом Очень свободно Кстати говоря, вот второй небольшой дефект О котором я говорил Небольшой дефект пластика Незначительно на самом деле И в щиколотке установлен сустав Что есть, что нет Который позволяет щиколотке вот чуть-чуть ходить В разные стороны Но она не поднимается принципиально вверх, не оттопыривается назад Она буквально граммочку ходит из стороны в сторону Хотя мне кажется, что у Рафаэля намного свободнее, чем у Микеланджело И, к сожалению, отсутствуют суставы на пальцах Если у того же Фудсолдата сустав есть И он замечательный То, к сожалению, у черепашек, которым, мне кажется, это более Более чем нужно У них этого сустава нет Итак, подводя итог этого видео Хочется сказать еще раз Я буду это повторять очень часто в этих видео Что фигурки получились просто фантастические Они яркие, они классные, они красивые Они замечательно покрашены Каких-то принципиальных существенных дефектов покраски нет Маленькие, просто лишние мазки К которым нужно присмотреться И они в труднодоступных местах Во всем остальном линейка красочная Насыщенная, яркая Она бросается в глаза Мне кажется, что если их поставить вместе в одну кучку Даже на полке со всеми остальными фигурками Они будут ярко выделяться из всего остального А если им выделить отдельное место И собрать их в общую диораму Это будет просто фантастически Поэтому я прям жду, не дождусь, когда мы откроем с вами остальные две коробочки Остался еще Донателло и Крэнк И Леонардо и Шреддер Также я все еще жду остальных фигурок из этой линейки Как обычно, все будем открывать вместе Диораму тоже будем собирать с вами вместе Что-то говорить, я думаю, больше не стоит Потому что вы сами видите, что фигурки замечательные Если вам нравятся черепашки-ниндзя Если вы смотрели их в 90-х Именно этих черепашек Ни остальные сериалы от Николодина и так далее То мимо этой линейки проходить просто нельзя Она замечательная Она фантастическая И она выходит в нескольких вариациях То есть приобрести эту модельку черепашек В настоящее время очень просто Хотя, к сожалению, конечно же Все может значительно усложняться Текущей ситуацией в мире Что не отменяет того факта Что они на рынке, как минимум, будут долгое время На этом, я думаю, можно подходить к завершению данного видео Как всегда мы говорим в конце Если вам понравилось данное видео И вы хотите увидеть еще обзоры черепашек-ниндзя То подписывайтесь на канал Жамкайте на колокольчик В ближайшее время, обещаю, будет новое видео Я думаю, открою Донателло уже сегодня Или край завтра Также не забывайте, что на канале есть еще биографические видео И я думаю, в ближайшее время мы вернемся с вами к истории игр Если вы хотите помочь данному каналу в развитии Я в настоящее время коплю на свет Для того, чтобы придать фигуркам и обзорам Большую реалистичность Чтобы сохранялись краски Чтобы картинка была насыщенная и яркая Также копим на новый микрофон для биографических видео То подписывайтесь на Patreon Там видео выходят чуть-чуть пораньше Также мы там обсуждаем дальнейшее развитие канала Куда он будет двигаться Что мы будем делать дальше и так далее Поэтому, если вы хотите помочь в развитии каналу То подписывайтесь Я вам за это буду искренне благодарен Ну а на этом, я думаю, точно можно заканчивать Как всегда, я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику Связаться со мной очень просто Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику на YouTube Либо же через мою группу ВКонтакте Ссылку я оставлю в описании к этому видео Ну а на этом, я думаю, все Благодарю вас за просмотр Умейте радоваться мелочам И не отказывайте себе в удовольствиях Всего доброго